открыть Всероссийскую научную конференцию «Бубриховские чтения». Эта конференция стала традиционной. Она проводится в 17-й раз с совместными усилиями Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН и Петрозаводского государственного университета. Конференция посвящена выдающемуся финал-граведу, языковеду Дмитрию Васильевичу Бубриху, которому в этом году исполнилось 130 лет. Основоположник финно-угорского языкознания Бубрих стал объединяющей фигурой для финно-угорского мира России. Он стоял у истоков научных школ в Ленинграде, Карелии и других финно-угорских республиках. Последователи бубриховских традиций, представители этих школ сегодня с нами, хотя, к сожалению, в основном по другую сторону экрана. Поскольку зал не виден, как говорят иногородние участники, у нас здесь около 10 человек, но в целом около 70 докладов предполагается. И, кроме того, зарегистрировалось еще более 30 человек участников. То есть общее число участников предполагается более 100 человек. Петрозаводск по праву закрепил за языковедческой по началу конференции имя Бубриха. Более 20 лет жизни этого ученого связано с Карелией. Начиная с первой экспедиции в Карелию в 1928 году до конца своей жизни, Бубрих изучал карельский язык в разнообразии его диалектов. Собранный материал и идеи ученого до сих пор являются базой для развития карельского языка знания. Тема нынешней конференции – задокументированное народное слово. Ученые призваны собирать и хранить народное слово, являющееся выражением культуры, раскрывать смыслы, образность, семиотику слов. Этим определяются современные научные задачи, выводящие нас на корпусную лингвистику, на антропологическую парадигму исследовательской практики. На обложке программы – эмблема конференции, в которой чтения обзавелись в этом году. Здесь стилизованное изображение финно-угорского языкового древа, вполне узнаваемое. Дерево – это и символ жизни, символ надежды, оптимизма. И хочется верить, что в ходе чтений, которые уже стали междисциплинарной научной площадкой, нам удастся не только обменяться новыми знаниями, но и получить заряд позитива, сейчас всем очень нужного импульса для дальнейших исследований. Имя Бубриха многое значит для нашего института, отмечающего в этом году свое 90-летие. В последние годы своей жизни Дмитрий Владимирович работал здесь директором, и здесь в полной мере реализовался его организационный талант, и здесь он в полной мере также испытал бесчеловечность системы тоталитаризма. Талант организатора раскрылся и в сотрудничестве Бубриха с Петрозаводским, тогда Карелло-Финским государственным университетом. В 1940 году, в год создания университета, Владимир Дмитриевич был приглашен туда для создания финно-угорской кафедры. Университет тоже недавно отметил свой юбилей, 80-летие, то есть вот такая цепочка юбилеев, так или иначе, связанных с конференцией. И под этим юбилейным знаком мы проводим наше мероприятие. Продолжение следует... Продолжение следует...